друзья всех приветствую сегодня мы затронем довольно резонансную тему интересную тему потому что с вопросом о том что будет с российской валюты ко мне за последние несколько недель обратились десятки людей я понимаю что эта тема не может не интересовать учитывая то что курс рубля с 80 до 70 и понятное дело все хотят знать что с ним будет дальше стоит ли выходить из валюты тем кто покупал ближе к 80 и стоит ли сейчас на вот этих значениях закупаться валюты тем кто раньше промепил и сейчас в принципе у них есть возможность снова примкнуть очень выгодным сделкам ну и разумеется есть еще и те кто считает что текущее укрепление рубля это не что-то временное это новая реальность и российского доказала свою бодрость и дальше будет 60 50 и ниже но надеюсь то что друзья очень надеюсь среди вас тех кто считает именно так и меньшинство сегодня давайте разберемся с тем что поддерживает рубль что с ним будет дальше в целом на попробую характеризовать общий новостной фон и очень надеюсь что вы сами сможете ответить на вопрос что от пары доллар рубль стоит ожидать вот до конца 2020 года во первых рубль поддерживает нефть нефтянка в свою очередь растет на восстановление спроса на фоне смягчения карантинных мер почему-то многие верят что в ближайшие недели государства и регионы которые сейчас скованы этими ограничениями не закрытыми границы распахнут границы и тем самым создадут условия для восстановления мировой экономической активности на стороне покупателей также снижение предложений помимо действующего соглашения страна 5 плюс которые в апреле договорились снизить совокупный объем добычи на 9 и 7 миллиона не участвующие в сделке экспортеры они также вынуждены снижать добычу реагируя на падение спроса и сверх низкие цены находящиеся за чертой рентабельности это особенно актуально и справедливо для американских сланцевых производителей где уровень рентабельности гораздо выше чем у тех кто занимается традиционным разведыванием нефти если посмотреть на вот новостной фон который я только что озвучил вроде бы как причины для роста нефти есть но почему-то никто не задумывается о том не крутовато ли было последний раз только с начала этого месяца котировки бренда прибавили более 50 процентов больше всего меня удивляет не то что цены растут а то что они растут настолько быстро друзья и как показывает опыт такой ралли рано или поздно ломается и я почти уверен то что коррекция будет случиться на самое ближайшее время поддержку рублю также оказывает общий всплеск оптимизма ставший реакции трейдеров на постепенно смятие карантийных мер и сообщение о начале тестирования лекарственных препаратов против коронавирусной инфекции вот из последних что можно выделить это американскую компанию нововокс который буквально с этой неделе тестирует свой препарат на 100 добровольцев и задача определить его безопасность и эффективность но самое интересное то что результат они собираются огласить лишь в июле друзья сейчас у нас только лишь конец мая поэтому считаю что текущая ралли рисковых активов она имела мало оснований и не продлится долго разумеется к рисковым активам также относится и рубль по поводу карантина у меня тоже свое мнение я считаю что нормы социального дистанцирования в том или ином виде будут соблюдаться чем много месяцев это означает что активность не восстановится также быстро как сокращалась а поэтому нам друзья довольно скоро снова придется переключить внимание на последствия мировой экономической рецессии на вероятность повторной вспышки пандемии коронавируса на политическую неопределенность в англии а также на рост напряженности в отношениях между сша китаем особенно после того как буквально вчера китай принял закон о нацбезопасности гонконга и тем самым подорвала автономии этого региона и очень скоро последуют ответные меры со стороны сша это новые экономические санкции как виток эскалации торговой напряженности между странами влияет на динамику рисковых активов нам демонстрировал весь 2019 год когда риск пер и пер собственно вниз еще одна причина которую многие считают все-таки основной даже превалирующей над нефтью и надо общим улучшением речных настроений это действие центрального банка россии минфин каким образом эти действия осуществляются банальными валютными интервенциями интервенции это свою часть механизма соблюдения бюджетного правила бюджетное правило гласить что если цены на нефть опускаются ниже 42,4 долларов за баррель то для восполнения выпадающих доходов бюджета происходит реализация валюты из фонда национального благосостояния до пандемии российский бюджет более или менее балансировался при рублевой цене нефти примерно 2 800 то есть например при сочетании цен 45 долларов за баррель бренд и 62 рубля за доллар это по ценному курсу пара доллар рубль сейчас же ситуация следующий 35 за баррель 71 рубль за доллар соответственно курс и умножим получится что рублевая стоимость барреля сейчас составляется 2485 рубль то есть меньше чем нужно больше чем на 10 процентов таким образом доходы бюджета резко падают друзья с каждым днем в прямом смысле и причем они падают не только от снижения цен на них но и от сокращения объемов экспорта ведь россия взяла на себя в рамках нового энергетического факта обязательства снизить производство нефти на 2,5 миллиона баррелей по итогам марта минфин сообщил что ликвидная часть фонда национального благосостояния в виде денежных средств на счетах сократилась 150 миллиардов долларов до 142 то есть фактически на пять процентов грубо говоря за месяц на эти самые перевенции была расходована одна двадцатая части фонда по итогам апреля друзья информацию нужно еще проверить но я думаю что она точная объем ликвидной части фонда национального благосостояния сократился до 114 миллиардов долларов то есть на 20 процентов при таких темпах от фонда национального благосостояния уже меньше чем через год останется дырка от бублика темпа расходования средства фонда как мы видим увеличивается из месяца в месяц сейчас мы еще говорим о том что правительству россии придется также как и другим правительством преодолевать последствия пандемии это значит то что нужно будет поддерживать все и всех первоначальная программа помощи населению и бизнесу которая была разработана в начале прошлого месяца исчислялась сумма всего в 300 миллиардов рублей затем программа была увеличена до почти полутора триллионов рублей но и это как выясняется крайне мало только в апреле месяц эксперт оценивают потери в экономике в размере около трех триллионов рублей стало быть друзья масштабы финансовой помощи для борьбы с кризисом и инквидации социальных последствий должны быть сопоставимы с потерями которые с которыми уже столкнулась российская экономика на 1 апреля в рублевом выражении средства фонда национального благосостояния составляли 11 триллионов рублей а следовательно денег из этого фонда будет достаточно для того чтобы поддерживать бизнес и население в течение трех-четырех месяцев то есть примерно до конца лет разумеется как только средства кончатся нечем будет поддерживать рубль постепенное увеличение дыры бюджете падение экономики все это потребует возможно каких-то радикальных мер от правительства это рост заимствования прямая миссия снижение ключевой процентной ставки но я думаю что мы с вами об этом поговорим чуть позже в любом случае все что впереди это мощнейшие факторы давления на рубль кроме того курс рубля искусственно сдерживается сейчас из-за приближения голосования по поправкам конституции и после голосования данный фактор также перестанет иметь какое-то значение и рубль начнет слабеть под воздействием всех тех факторов которые были озвучены и под воздействием рыночного механизма кроме того в этом будут заинтересованы и власти ведь дешевая валюта сразу влечит доходы бюджета выручку экспортеров при курсе например 80 рублей за доллар и нефть по текущим котировкам 35 долларов за баррель баррель будет стоить вот те самые 2800 рублей о которых я говорил как раз то что нужно в итоге я почти уверен что ниже 70 пара доллар рубль если пройдет то очень на короткое время в долгосрочной перспективе доллар будет только расти 80 мы увидим до конца года 90 и даже больше это ожидание уже на 2021 год то есть ближайшая цель это 80 с текущих значений речь идет о 15 процентах прибыли друзья если не воспользуетесь этой возможностью будете очень сильно жалеть я советую еще раз реально взглянуть на тот фундамент который складывается еще раз пробежаться по тем факторам которые оказывали поддержку рублю раньше еще раз осознать тот факт что возможности центрального банка и минфина россии по поддержке рубля посредством валютных интервенций ограничены только лишь потому что большая часть или даже все средства фонда национального благосостояния сейчас будут уходить на антикризисные меры поэтому перспективе фактически самого ближайшего времени как я уже отметил это конец июля мы увидим реальные справедливые оправданные уровни для курса рубля это точно выше 75 на конец года как уже было отмечено более чем ожидаемыми и прогнозируемыми являются значения в районе по 80 вы должны понять что только при таком а курсе российская экономика сможет остаться более-менее на плаву если курс пустят еще выше 85 90 ну тогда собственно увеличится и выручка может быть если не возникнет еще и проблем со ростом инфляции справедливыми и оправданными будут уже значение не 80 90 поэтому друзья ни в коем случае ни в коем случае еще раз призываю не хороните сейчас доллар против рубля ни в коем случае не рассчитайте что укрепление рубля это новая реальность и дальше российская валюта будет только крепче дальше для рубля будет только хуже и тех аргументов которые только что привел я думаю что это как пища для размышлений должно быть вам достаточно если у вас другая точка зрения другая позиция дайте мне знать в комментариях к этому видео спасибо друзья